Проблема точечной застройки, от которой страдает Владивосток в последние годы в результате градостроительной чехарды, одна из основных, которые волнуют жителей Приморской столицы. 25-этажная элитная многоэтажка порой не только показатель благосостояния быстро растущего города, а повод для самой настоящей локальной войны. Волнения жителей Первой речки дошли уже до Краевой прокуратуры и администрации края, а также попали в эфиры федеральных каналов. Жители домов с 83-го по 87-й на Океанском проспекте считают, что новая стройка нарушает все нормы и правила и их права. Мы недовольны то, что разрешения на строительство дома на нашей территории разрешения нет. Они устроили, как бы вам сказать, самоуправу, поставили блоки, цепи, ворота везде поставили. Мы не можем даже пешком пройти. Это огромный высотный дом. Машин сейчас своих некуда поставить. В этот дом будет подъезжать еще много очень автомобилей. Дом элитный будет. Это, представляете, сколько будет там машин. Никто не может пройти, не проехать. Скорая помощь была, проехать не могла. Остановилась черти где. Фактически, получается, перекрыли второй пожарный проезд. Земельный участок используется не в соответствии с видом разрешенного его использования. Если они здесь начнут долбить, копать, не исключено, что грунт поедет, и наш дом может пойти в трещинах. Солидарную с жителями позицию выразила и администрация города. Как пояснили в мэрии, этот участок был передан под застройку в начале 2000-х. Застройщик обращался в мэрию за разрешением на строительство, но ему было отказано. К нам приходили за согласованием отклонения от проекта. Мы отказали, как и в получении разрешения на строительство. Мы выступаем против этой стройки. Более того, мы обратились в край для того, чтобы изменить эту зону на рекреационную. Для этого нам уже удалось защитить от точечной застройки более 200 участков. Активную политику против точечной застройки проводит глава Владивостока Виталий Веркиенко. В этом году администрации города отменены 4 резонансных разрешения на строительство по улице Полевая 6, возле школы номер 39, по улице Кирова 14А, возле детского сада и 2 в районе Академгородка, возле Института биорганической химии ДВУРАН. Глава города подчеркивает, что перечисленные разрешения на строительство выдавались до принятия новых правил землепользования и застройки документов, призванных гармонизировать городское пространство и призывает не превращать новый генплан в фикцию. Во Владивостоке достаточно земель для развития, и мэрия готова предложить инвесторам альтернативные земельные участки. Максим Дудников, Ольга Зайцева, Евгений Апарин. Новости на восьмом.